Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября 2019 года. Показываю тоже новинку своей коллекции. Сорт Джона Голды Коста. Такой отнесет урожай. Сорт среднеустойчивый к парше. Низкая устойчивость у него к мучтистой росе. Сорт высокоурожайный. Можно видеть на четырехлетнем дереве. Загрузка яблоками. Сорт бельгийской селекции. Имеет вот такие вот плоды со штриховатым румянцем. Плоды великолепного качества. Просто шикарные. Очень вкусные. Его очень много выращивает в промышленных садах. Завоевал популярность на рынках. Его люди очень любят за вкусовые качества, за внешний товарный вид. Они очень броские на рынке. Яблочки. Подвоем девять отлично показывают себя на этом подбое. Такая вот загрузка данного сорта. Сорт считается зимним сроком созревания. Будем скоро убирать плоды на хранение. Ложить их в подвал. Может вот так вот даже окрашиваться более интенсивно. Воды великолепного качества. Вот такая вот товарность этих плодов. Требует 3-4 обработки за летний период от парши и от мучнистой, чтобы получить вот такие товарные плоды данного сорта. Вот можно видеть, как он грузится урожаем. Яблонька вся облеплена данным яблочком. Сорт очень перспективный. Две яблоньки посажено. Каждый год с урожаем. Без периодичности. Показываю, как облеплена. Более в тени меньше окрашивается. На солнышке румянец можно видеть. Отличный. Яблочки у самой земли. Такая красота. Яблоко ароматное, вкусное. Покажу его при хранении. Как он себя показывает. Какой вкус. Какой вес. Сегодня у нас 20 ноября 2019 года. Уважаемые зрители, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Давайте посмотрим, какой у данного сорта вес. Сорт Де Коста. Джона Голл Де Коста. Давайте посмотрим. Нагрузка была не маленькая. В принципе, урожай хороший. Давайте глянем. Это средний вес яблок. 212 грамм. С почти 190. 224. Ну, грубо говоря, средний вес, грубо 200 грамм. Нормальный такой яблоко. И в школу не крупное. Такой средний вес. Такой ходовой вес. 200, 190, 220 грамм. Это, в принципе, такой нормальный ходовой вес. 160 был грамм. 215. Вес нормальный. Так, давайте сейчас посмотрим, какая у него мякоть. Так. Сейчас разрежем. Слышно, что хрустит. Такой цвет наготи. Сейчас разрежу пару штук. Сорт неплохо, в принципе, хранится в обычных условиях. Как по мне, так до нового года, в принципе, самое то. А уже после нового года есть сорта более с поздним сроком созревания, с лёжкостью. То есть мы это до нового года, в принципе, кушаем. Такая мякоть у него. Давайте попробуем на вкус. Сорт вот так вот нюхая, ароматный очень. И очень вкусный. Сейчас продемонстрирую. Ммм. Хочу показать сок. Яблоко сочное. Так вот. Чтобы было видно. Вот нажимаю, да. Видно. Сок есть. Ммм. 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 Потому что мякоть очень ароматная. Сладкая, сочная. Такая в меру скалывшая, не твердая, не рыхлая. Вкусовые качества отменные. Сладкая, кислинки практически не ощущаю. Очень сильный такой какой-то привкус у него, мускатный, не знаю это ну ярко выраженный привкус и запах есть у этого яблока и привкус отличный вкус классный данные свойства внимание вкусовые качества действительно на высоте выращиваться в саду в принципе нормально требует как минимум три-четыре обработки подрывковых заболеваний и от плодожорки и в принципе можно получить хороший урожай каждый год отменный вкусных яблок такого ранне-зимнего срока созревания сорта госта кому понравилось видео ставьте лайк не забывайте подписываться на канал всем спасибо за внимание такой небольшой видео обзор по данному сорту de costa всем пока